Здравствуйте! Добро пожаловать на канал новостей Инстатв! С вами я, Ольга Витковская. В понедельник доллар США падал против корзины главных валют на фоне оптимизма инвесторов по поводу попыток предотвратить резкое снижение расходов и рост налоговых ставок в США. Индекс доллара ICE упал до отметки 80,837 пункта с пятничного уровня 81,286 пункта. Переговоры лидеров Республиканской и Демократической партии США касательно бюджетного обрыва в пятницу прошли на позитивной ноте. Законодатели все ближе к решению вопроса. На этой неделе активность на рынках, вероятно, будет вялой, так как американские площадки будут закрыты в четверг ввиду празднования Дня Благодарения. Пара евро-доллар США укрепила свои позиции до уровня 1,2813 цента с отметки 1,2624 цента, зафиксированный в пятницу вечером. Кроме того, сегодня состоится очередная встреча министра финансов еврозоны, целью которой является достижение договоренности с МВФ по поводу Греции. Также в понедельник австралийские и канадские доллары прибавили в цене после того, как стало известно, что МВФ скоро официально присвоит обеим валютам классификацию резервных активов, что впоследствии может иметь значимый эффект для мировых рынков бондов и акций. Вы ознакомились с новостями финансовых рынков на ИнстаФоркс ТВ. Удачного дня, до свидания.